Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Хорошее качество, но слабый ассортимент. Медленная разворотливость предприятий Беллэкпрома и их негибкость по отношению к запросам потребителя. На заседании Бресского обл.исполкома назвали пути выхода из критической ситуации для предприятий легкой промышленности. Секреты долголетия и счастья от надежды Наумовны Николаюк. Брещанка отметила столетний юбилей в кругу детей, внуков и правнуков, а также коллег по работе. ДНК-дактилоскопия в Бресте. Для выяснения истины на клеточном уровне нет никаких преград. Сомневаетесь в чем-либо? Проведите ДНК-тест. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На этой неделе в городе Барановичи прошло выездное заседание Бресского обл.исполкома, на котором был рассмотрен вопрос эффективности работы предприятий Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности и перспективы их дальнейшего развития по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Вопрос этот поднят неспроста. Ситуация в этом секторе экономики вызывает опасения у руководителей. Брестский Легпром обладает определенным техническим потенциалом. Проведена и продолжается работа по модернизации и техническому переоснащению целого ряда предприятий в рамках комплексной программы развития легкой промышленности Белоруссии на 2011-2015 годы. Как вывести ситуацию из тупика? Что еще нужно сделать, чтобы продукция брестских, белорусских производителей товаров народного потребления смогла конкурировать на рынке и на внутреннем, и на внешнем? На эти вопросы давали ответы ответственные чиновники. Подробности смотрите в первом материале итоговой программы. Легкая промышленность является одной из важнейших составных частей промышленного комплекса Республики Беларусь. Она объединяет более 10 крупных отраслей и десятки производств, непосредственно участвующих в материальном обеспечении потребностей населения. Многие из предприятий концерна Берлихпром находятся на Берестейской земле. На многих уже произведены и модернизация и техническое переоснащение, что дает надежду на улучшение ситуации в этом сегменте экономики. Пока, подчеркивалось неоднократно на заседании область полкома, такая тенденция наблюдается не везде, хотя сдвиги уже есть. Во-первых, эффективность должна быть. Значительно повышена эффективность самого производства. Почему? Потому что вся наша беда – это цена. Конечно же, можно уповать на то, что открытая страна, рынок ввозит значительное количество товаров, всякого не сертифицированного. Да, здесь надо порядок навести. Но, конечно, львиная доля, надо признавать ее честно о том, что есть у нас недоработки определенные. Хотя я хочу сказать, тот, кто серьезно занимается сегодня производством, эффективностью производства и ассортиментом, в общем-то, показывает очень неплохие результаты даже в том плане, что очень тяжелая ситуация, а динамика у нас улучшается. Мы уже работаем в целом по концерну без убытков, хотя год начинали очень тяжелые ситуации, были практически все предприятия с убытками. Да, там разнесли курсовые разницы, но, тем не менее, сама эффективность показывает положительную динамику. Проведенные на многих предприятиях концерна «Берлихпром» модернизация и техническое перевооружение позволяют сделать многое. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому наша съемочная группа отправилась на одно из крупнейших предприятий легкой промышленности на Брещене – Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение. Достаточно много у них еще недоработок, но то, что проведенное переоснащение предприятия и перепрограммирование подходов к выпуску продукции, ее качеству и ассортименту налицо. Объем инвестиций на приобретение нового оборудования составил более 21 миллиона евро. Но по всем прогнозам, они должны отбиться уже к 2018 году. К этому времени предприятие выйдет на положительное сальдо, увеличится на 24% в общем объеме производства доля экспорта. Но для этого поменяли подходы к производству, изменили и увеличили. При хорошем качестве ассортимент продумали маркетинговую политику. Основное направление сейчас по сбыту для БПХО приняло решение. Это страны Европы. Для того, чтобы туда более продвигаться, более плотно и вникать туда, в этот рынок, необходим был именно такой ассортимент. Сейчас очень востребованы у нас ткани шириной 3 метров, жаккардовые ткани, сатины наши на рынке Европы. И у нас заключены контракты на сумму более 2 миллионов евро. Значит, можно говорить о том, что предприятие не стоит на коленках? Нет, предприятие развивается уверенно. Более того, экспорт в страны Европы за этот месяц, даже за первый квартал, вырос более чем на 300%. Мы развиваемся, мы меняем свои маркетинговые стратегии, мы меняем подход по отношению к потенциальным покупателям. Мы становимся более оперативными, более гибкими. Если раньше, к примеру, изготовить ткани, свой рисунок на ткани, минимальный заказ был 5000 метров, то сейчас мы опустили эту планку до 3000 метров и будем стараться еще более гибкие. Делаем все возможное, стараемся, развиваемся. В ближайшем будущем вы увидите наши результаты. Прошлый год был непростым, нелегок и нынешний для предприятий промышленного сектора экономики. Но тот руководитель, который стремится вывести ситуацию из так называемого кризиса, из него же извлекают уроки. Многие магнаты от бизнеса говорят о том, что именно кризисные ситуации явились для них толчком для принятия верных решений, поиска новых маркетинговых ходов. Те же барановичи мы сегодня, да, критикуем, есть проблемы. То же самое, в первую очередь закончено, у них абсолютно новые ассортименты появляются. Вот здесь уже вопрос работы маркетинговых служб и тех людей, которые должны быть душой и телом принадлежать продажам. Мы научились выпускать, не умеем продавать. Вот это у нас, к сожалению, есть. Учатся потихоньку, но сдвиги есть. Таких просчетов, как скудность ассортимента, сформированного без учета потребительского рынка, медленной разворотливости предприятий и их негибкости по отношению к запросам людей на барановическом предприятии не осталось. Это необходимо учесть и другим руководителям. Мы немножко старались предусмотреть ситуацию в общем и дифференцировать свои рынки сбыта. Поэтому нашим отделом маркетинга, нашим отделом продаж ведется активная работа по расширению рынков. Постоянно участвуем в каких-то выставках, постоянно сотрудничаем с нашими посольствами в других странах, в Евросоюзе в том числе, по поиску новых клиентов по расширению рынка сбыта. Стараемся, развиваемся, сейчас выходим не только на рынок Европы, стараемся развиваться также на рынке постсоветского пространства, Армения, Грузия, Азербайджан. В том числе пытаемся завязаться с контактами с потенциальными крупными покупателями в этих странах. Поэтому все рынки перспективны и то изменение, которое постигло Россию и Украину, будем надеяться, что это временно и что в скором ситуация улучшится и мы будем готовы к всему. Изначально мы сделали аналитику рынка, то, что надо покупателю. Мы шли не от того, что мы хотели сделать, а от того, что надо покупателю. У нас были представительства в Литве, Польше, в Скандинавии, где мы сделали запросы, какого ассортимента у нас не хватает. Выявили, что есть потребность на широкие ткани, сатиновые группы, дорогие ткани. И, исходя из этого, мы сделали модернизацию. На сегодняшний день мы практически ее закончили и можем выпускать ткани, именно те, которые нужны рынку. Секрет успеха любого предприятия на взгляд молодого перспективного специалиста, руководителя. Ну, это работать, работать, еще раз работать. Самое главное, это подчеркивалось и на заседании облсполкома, предприятия частного сектора умеют это делать. У них есть и гибкость с разворотливостью, учитываются модные тенденции, ценовая политика достаточно серьезна. А потому этот сектор экономики конкурент весомый. Они работают по-новому, мыслят другими категориями, их опыт можно и нужно брать в разработку. Иначе о каком завоевании внешних рынков может идти речь, если на внутреннем спрос отсутствует. Все это просто необходимо учитывать. Это и есть грамотная политика руководства, большим предприятием или маленькой фирмы. Председатель концерна Белых Пром подчеркнул, аховой ситуации сегодня уже нет. Постепенно она улучшается. Нужно работать. Рынки сбыта возвращаются, я думаю, все станет на круги своя. Почему? Потому что курс сегодня уже интересен, за 280 можно работать. Ведь мы потеряли Россию, 80% экспорта была Россия. Да, мы привязаны к ней, но ментальность наша определяет все равно, Россия будет доминантой. Поэтому сегодняшний курс у нас в принципе уже близок к тому, что мы готовы с ними дальше и рынок России вернется. Вопрос времени, это будет полгода или может быть год. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Из Барановичей». Каждая круглая дата – это новый рубеж в жизни человека. Время, когда осознаются накопленный годами опыт. Вспоминаются яркие моменты, маленькие и большие победы и достижения. А если это дата вековой юбилей, значит за плечами весомый багаж. И кому как не своим близким передавать лучшее. И с высоты своего возраста грамотно направлять и давать напутствие подрастающему поколению. Героиня нашего следующего сюжета, брещанка Надежда Наумовна Николаюк, всегда была примером для своих близких. Трудолюбивая женщина и заботливая мать на днях отпраздновала свое столетие. Обладательница почетного возраста по-прежнему не сидит на месте. Хлопочет о детях, собирает свою семью в стенах родного дома. Поздравить с юбилеем Надежду Наумовну и отметить ее весомый вклад в профессию собрались представители администрации Ленинского района города Бреста. Тему продолжит София Бережная. Столетие Надежды Наумовны Николаюк не просто праздник, это радостное событие для всей семьи юбилярши. В этот день она, как и прежде, с самого утра при полном параде и с нескрываемой радостной улыбкой ожидала своих близких и родных, чтобы увидеться и поговорить, вспомнить молодость и поделиться интересными историями из жизни. А их у женщины огромное множество. Надежда Наумовна родилась в деревне Завершаны Каменецкого района, в семье, где с детства приучали детей к взрослым обязанностям, присмотру за хозяйством, работе в поле и заботе о младших сестрах и братьях. Будучи девчонкой, Надежда Наумовна уже знала, что такое труд и как нелегко достаются обычные блага. Однако в этой семье умели радоваться простым вещам, ценить любые сюрпризы, которыми изредка баловала судьба. Тяжелые воспоминания вызывает война, о ней она вспоминать не хочет. В 1946 году молодая женщина вышла замуж и переехала в областной центр в счастливом браке. С супругом прожила 65 лет, воспитывая двух дочерей. Сегодня дети Надежды Николаюк, многочисленные внуки и правнуки часто собираются за одним столом, делятся новостями, а бабушка всегда выслушает и порадуется присутствию родных. Отмечать праздники, все, Пасху, Рождество, Новый год, все праздники отмечаем в кругу семьи, обязательно. Дни рождения, все время. Кто завожил такие традиции? Наверное, мама. Наверное, на это пошло от мамы. Она выучила меня русскому языку. Она учила меня таблицу умножения в детстве. Я ее знал с четвертого класса полностью и учил стихи с ней. С четвертого класса я любой стих до сих пор могу выучить за один раз по ее технике. Ну и так. А своим детям передаете? Да. Надежда Николаюк всю свою жизнь посвятила семье и любимой профессии. В Брестском локомотивном депо, где до 72 лет трудилась женщина, работал и ее муж. По стопам родителей пошла и одна из дочерей Надежды Наумовной. Труд матери и бабушки высоко ценят родные. За заслуги и преданность профессии коллеги. А в день юбилея пришли поблагодарить и поздравить Брещанку и представителей Ленинского района, работники социальной службы и железной дороги. В адрес женщины звучали пожелания здоровья и сил. В каждом из поздравлений гостей чувствовалось восхищение этим трудолюбивым человеком. Если говорить о Надежде Наумовне, то она может претендовать на звание, наверное, одного из самых заслуженных человек, пересмотренных 100-летних юбилей. Особенно это чувствует железная дорога, на которой она протрудилась большую часть своей сознательной жизни и дала такую большую семейную династию, которая сегодня тоже трудится в локомотивном депо. В Ленинском районе на сегодняшний день здравствующих три человека, которые пересогнули 100-летний юбилей. Самому старшему 108 лет, ну, самому младшему, Надежда Наумовна, сегодня мы ее чествуем. Ну, поздравлять их, конечно, важно и нужно, и надо делать это не только к 100-летнему юбилею, а и ранее, и не только на 100-летний юбилей это делать надо, а не забывать ее на 101-й, 102-й и 103-й. Радостный повод вековой юбилей Надежды Наумовну Николаюк собрал за праздничным столом ее уже совсем взрослых детей, которые без того всегда рядом, окружая дорогого и любимого человека заботой и вниманием. В этой семье мама и бабушка – уважаемый человек, которого боготворят, к которому прислушиваются, и всегда приходят за мудрым советом. К вечеру женщина ожидала приезда своих внуков и правнуков. По доброй традиции, которую много лет назад заложила сама Надежда Наумовна, они всегда собираются вместе. Тем более по случаю такой важной даты – празднованию нового рубежа, через который с привычной солнечной улыбкой. Без доли сожаления и грусти переступила эта светлая и по-настоящему счастливая женщина. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Метод биологической идентификации индивидуумов на основе уникальности последовательности чередования нуклеитидов в цепочке ДНК, так называемая ДНК-дактилоскопия, известен с 1986 года. Британскому генетику Алеку Джеффрису удалось совершить настоящий прорыв, благодаря которому уровень проведения судебно-медицинских экспертиз и исследований увеличился многократно. Надежность способа обусловила сама природа. В мире нет даже двух человек, генетический код которых был бы одинаковым. В нашей стране данный метод начали применять в 1994 году для раскрытия самых разных преступлений, а также установления родства и решения множества других задач, связанных с идентификацией личности. Еще недавно многие подобного рода процедуры проводились только в столице. Сегодня необходимым оборудованием оснащены все областные центры. В Брестской лаборатории, где выясняют истину на клеточном уровне, побывала и наша съемочная группа. Анастасия Остробко продолжит тему. Согласно данным статистики, каждый пятый белорус после проведения процедуры ДНК узнает, что воспитывает не своего ребенка. Такие цифры наверняка заставят задуматься еще ни одного мужчину. Оставим в стороне вопрос морали и доверия в белорусских семьях, но факт остается фактом. Порой единственный способ узнать правду – это провести генетипоскопическую экспертизу становления спорного родства. Ведь если подозрение зародилось, то подтвердить или опровергнуть его могут только беспристрастные научные доводы. Наиболее частым видом экспертиз спорного родства является экспертиза спорного отцовства. Как правило, назначаются по гражданским делам. Наряду с этим встречаются случаи, когда необходимо определение происхождения ребенка от конкретного лица по уголовным делам. Как правило, это по таким делам, как детоубийство, замена детей. Для того, чтобы получить ответ на волнующий вопрос, жителям Брещена уже не нужно ехать в столицу, как это было еще пару лет назад. Сегодня в областном центре есть все необходимое оборудование, благодаря которому поиск истины для настоящих профессионалов, которые и работают в отделе судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз – вопрос времени, который, к слову, даже долгим не назовешь. Как правило, на все процедуры уходит не больше месяца. В нашем отделе судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз проводятся экспертизы и исследования по установлению спорного родства, как по определению суда, так и по обращению граждан. Все желающие граждане могут к нам обратиться по телефону 97-72-83 за получением подробной информации и для предварительной записи. Такой возможностью узнать процент совпадения своего ДНК с ДНК другого человека в прошлом году воспользовалось более 330 человек. Из них 99 – с января по май. Для сравнения, в текущем году за такой же период было проведено 96 подобных экспертиз и исследований. К слову, стоит такая процедура чуть больше 2,5 миллионов рублей и вполне подъемная сумма. Особенно учитывая тот факт, что стоимость нервных клеток, потраченных каждой из сторон, наверняка конфликтной ситуации и в период незнания оценить невозможно. А если даже было бы можно, то она оказалась бы куда более существенной. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик. На стенах подъезда, в котором буквально вчера завершился ремонт, уже на следующий день появляется несколько бумажных листков, которые бесспорно просто портят внешний вид. И как быть? В белорусском законодательстве решение этому наболевшему вопросу найдено уже давно. Но ведь нельзя не учитывать интересы людей. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая попыталась найти выход. Куплю дом, продам дачу, обменяя участок. Практически каждый день мы становимся невольными читателями подобных объявлений, встретить которые можно в буквальном смысле везде. На остановках, у подъездов и даже на водосточных трубах. Несознательные граждане или хитрые предприниматели, желающие сэкономить на размещении рекламы, расклеивают эти произведения рукотворного творчества в буквальном смысле где попало. Нашему вниманию предлагается все, начиная с целебных кремов и мазей, избавляющих от любых недугов, и заканчивая рекламой товаров и услуг. Без сомнения можно сказать, в этой горе объявлений можно наблюдать целое творческое направление самовыражения, которое, к сожалению, не будет через сотню лет радовать искусствоведов, как Рафаэль или Микеланджело. Наоборот, в такого рода самодеятельная реклама наносит существенный урон благоустройству города и влечет дополнительные расходы из бюджета, формируемого в том числе за счет налоговых отчислений граждан. – Эстетический лифт не портит вот эта вот отклейка подъезда? – Портит. Ну, мы миримся с этим. Считаем, что можно, допустимо. – Реклама действительно раздражает много чего. И кого, понимаете? Вот лифт, допустим, спортили свою рекламу, понимаете, уже… – Должны быть, может быть, какие-то специальные места отведенные для этого. А, конечно, да, если где-то там просто приклеено на столбе, то, конечно, только свежепокрашенная, тут прилепят какую-то рекламку. Она, конечно, портит внешний вид, я считаю. На защиту городских объектов приходят не только представители коммунальных служб, но и правоохранители. Буква закона учла, что мудрость народа способна на большие дела. А потому для «рекламодателей» за такую маркетинговую деятельность предусмотрена ответственность. Их действия подпадают под статью 21.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влекут наложение штрафа. В этом году привлечено к административной ответственности 63 гражданина, которые нарушили правила благоустройства и содержания города Бреста в виде расклеивания различного характера листовок в неустановленных местах. Это фасады зданий, это водосточные трубы, ну, а также в других местах, где они не должны размещаться. Штрафы колеблются от одной базы до 25 базовых величин. Были у нас правонарушители, которые неоднократно совершали данные правонарушения. Естественно, к ним применяются более высокие санкции. Реклама в целом, безусловно, дело тонкое. Здесь очень точно действует медицинский принцип «не навреди». Избыточность баннеров и билбордов приводит к тому, что знакомые слоганы или мелодии в буквальном смысле начинают раздражать сознание рядового покупателя, отталкивая его от покупки того или иного товара. И неважно, в каком формате эта реклама будет размещена. Будь то наспех расклеенные на столбах объявления ручной работы или большие полиграфические шедевры. Во всем должна быть логичность и уместность. Важно очень умение отстраиваться от лишнего потока информации, умение организовывать себе час тишины, день какой-то тишины. Реклама, она, наверное, да, нужна. Как получение информации, как получение нового в этой жизни. Возможно, мне это действительно нужно. Но возможность отстраиваться, получать тишину для здоровой психики, она значительно важнее. Тема городской рекламы актуальна уже не один год на уровне вертикали власти. О том, насколько важно соблюдать традиции и этикет в размещении вывесок и объявлений, шла речь на одной из последних пресс-конференций с главным архитектором города Бреста Николаем Власюком. Теперь где, как и в какой форме должен функционировать главный двигатель торговли, будет решаться не только с позиции удобства для тех, кто рекламу подает и размещает, но и с учетом эстетической составляющей. Особенно это коснется центральной исторической части областного центра. Основная идея – упорядочить ту ситуацию с рекламой, которая сегодня в городе есть. Это и эстетика города, это уменьшение количества тех бигбордов, билбордов, которые сегодня заполонили и исторический центр, и на основных магистралях. То есть мы выделили такие зоны и регламенты той рекламы, которая может быть в каждой из этих зон. Это территория крепости, это территория социально значимых мест, это территория исторического центра, территория основных магистралей, ну и территория спальных районов периферии. Каждым из них прописали определенные требования. Город – это большой дом, в котором есть место для каждого из нас. И так хочется, чтобы он был чистым, красивым и благоустроенным. Реклама уже давно стала неотъемливой частью его архитектуры, его украшением. Но только правильная реклама, эстетично оформленная и уместная. Кроме того, сегодня активно используется вариант ее распространения вместе с корреспонденцией в почтовых ящиках. А что касается обычных маленьких объявлений, то для их размещения сегодня существует большое количество возможностей, в том числе бесплатных. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Это специально для итоговой программы. Еще в начале этой недели погода в городе над Бугом радовала нас солнцем и температурой в плюс 25. Чего вы не скажешь о последних трех днях с дождями, ветром и магнитными бурями. В общей сложности перепад температуры составил 10 градусов. Именно в такие периоды самочувствие у 75% населения Земли ухудшается. Так было раньше, так есть сейчас и так будет всегда. Еще древние китайцы обнаружили, что суставы не любят дождь и ветер. А Парацельс утверждал, что многие хвори обостряются в непогоду. Но если в далекие времена люди могли лишь догадываться, как те или иные капризы Небесной канцелярии отражаются на здоровье, то сейчас все научно доказано. В этом сегодня уверена наш корреспондент Виктория Драгобецкая, пообщавшаяся со специалистами. Мария Пархац вот уже 8 лет борется с повышенным артериальным давлением. Как правило, приступы гипертонии приходятся аккуратно на время перемены погоды. И вот в очередной раз циклоническая депрессия привела женщину в поликлинику за рекомендациями и рецептом необходимых лекарств. Симптомы, которые во время приема описывала Мария Георгиевна, знакомы каждому третьему жителю нашей планеты. Начинаются головные боли, повышается давление. Прыгает, в общем-то, надо пить таблетку, большие дозы немножко. Ну, в основном, дочувствуется головная боль, как бы такое недомогание. Некоторые скептики убеждены, что большинство людей попросту придумывают тебе болезнь, накручивают тебя при виде сменяющихся небесных пейзажей. Однако в беседе с психотерапевтом Игорем Прискайло выяснилось, что закономерность между переменной погоды и плохим самочувствием действительно существует. Такой вывод специалист сделал на основании своих исследований. В дни усиления магнитного поля, скачков давления и других природных экрутасов за психологической помощью обратилось гораздо больше людей, чем во время погодного штиля, причем разного возраста. Есть такое мнение, что просто когда человек совсем еще молодой, там, допустим, 20 лет или около того, он еще не до конца понимает свой организм и не всегда чувствует какие-то первые сигналы. Просто пожилые, будем говорить так, от 40 и старше, это не совсем, конечно, пожилые, но люди уже к этому времени лучше понимают свой организм. Более того, накапливают какие-то болячки, которые являются по-своему сигнализаторами, там чего-то, у кого-то там травма колена была, у кого-то там какие-то сосуды немножко уже пострадать успели и так далее. И, соответственно, в этих местах организм хуже справляется с тем, что нужно подстроиться под изменившееся атмосферное давление, либо там под перепады температуры. Например, если дневной перепад температуры превышает 10 градусов, например, это может спровоцировать повышение или понижение артериального давления, присубарнохиальный астм, или очень сильную аллергическую реакцию даже у тех людей, кто не страдает вообще аллергическими заболеваниями. Если среднесуточное снижение атмосферного давления составляет 7 или 8 миллиметров ртутного столба, что приводит к понижению концентрации кислорода, то очень плохо это переносит тоже люди с болезнями сердца и сосудов, с заболеваниями легких. Особенно тяжело им приходится, если вот это понижение атмосферного давления сочетается с высокой влажностью воздуха, ну, например, идет такой мелкий-мелкий дождик. 75% мозговых инсультов, инфарктов миокарда, гипертонических кризов случаются именно вот в моменты, когда происходят эти могидные бури. Все это реакция организма, не успевающего адаптироваться к капризам климата, говоря по-научному, метеозависимость. Причем ее последствия далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. В большей степени это касается жителей городов, которые, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. И все же облегчить себе жизнь, находясь во власти скачков погоды, можно. Для этого врачи рекомендуют как кратко, так и долгосрочные мероприятия. К краткосрочным мероприятиям относится корректировка дозировки тех препаратов, которые человек постоянно принимает. Для того, чтобы не было гипертонического криза, чтобы не было стенокардии, об этом нужно проконсультироваться с следующим врачом, и он обязательно расскажет, как нужно правильно себя в этих случаях вести. К краткосрочным мероприятиям также относится режим труда и отдыха. То есть нужно элементарно высыпаться, то есть вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Не нужно делать никаких физических героических усилий. То есть если нужно вскопать огород, можно вскопать полгрядки, например, сегодня, потому что сегодня вечером будет магнитная буря. Несмотря на то, что официального диагноза метеозависимость не существует, погода действительно влияет на наше самочувствие. Это доказывает и комментарии специалистов, и люди, страдающие от этого явления. И если вы относите себя к категории ходячих барометров, старые вы или молоды, чувствуете недомогание десяток лет или совсем недавно, это сигнал о сбое функционирования организма и повод пройти медицинское обследование. Доктория Драгобецкая, Дорбакунович, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 24 мая через Беларусь будет перемещаться система атмосферных фронтов Западной Европы. На большей части территории Брестской области в ночные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер северный поменяется в течение дня на северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 11-13 со знаком плюс, днем до 16 градусов со знаком плюс. 25 мая погоду республики в основном будет определять антициклон, смещающийся с Юго-Балтики на Московскую область. На Брещене в первый рабочий день ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Северо-восточный ветер поменяется на восточный умеренный в течение дня. Температурный фон ночью составит плюс 9-11. До 20 градусов прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин